МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Следователи начали допросы фигурантов дела, возбужденного в отношении задержанного за крупную взятку главы городищенского района. В администрации Волгограда заявили о готовности подрядчиков выйти на ремонт основных городских магистралей в ближайшие дни. Житель Быковского района за праздничные выходные ограбил в Волгограде два павильона быстрого кредитования и потратил деньги на подарки. Региональный комитет по подготовке к чемпионату мира 2018 года теперь будет подчиняться непосредственно руководителю аппарата губернатора. Сегодня стало известно, что решение Министерства финансов Российской Федерации Волгоградской области получило более 6 млрд рублей под 0,1% годовых для замещения дорогих коммерческих кредитов. Благодаря этому бюджетному траншу экономия на обслуживании госдолга составит 245 млн рублей. Эти средства направят на социально значимые инфраструктурные объекты, которые мы реализуем на территории Волгоградской области. Мы с вами, уважаемые коллеги, 250 млн – это приличные средства. И хотел бы сказать, что проедать мы их не будем. Они достаются потом и кровью на сегодняшний день всем. Поэтому эти средства, конечно, необходимо направлять в том числе и на развитие. Еще раз и поблагодарю финансовый блок, который оперативно отработал, выполнил задачу, которая была мной поставлена. Дало возможность нам сэкономить средства. Сегодня же на оперативном совещании с руководителями органов исполнительной власти региона объявлено об изменениях в структуре аппарата гувернатора Волгоградской области. В оперативное подчинение аппарата переходит комитет по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, комитет информационной технологии Волгоградской области и комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. Причем комитет по подготовке Чемпионата мира переходит в непосредственное подчинение вице-губернатору и руководителя аппарата. Напомним, недавно новым вице-губернатором, руководителем аппарата гувернатора Волгоградской области был назначен Виталий Лихачев. До 15 марта ему было поручено представить предложение по изменению структуры администрации Волгоградской области без увеличения численности сотрудников и расходов на финансирование. В следственном управлении Следственного комитета России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Главный подозреваемый – глава Городичинского района. На одно время министр сельского хозяйства Волгоградской области Александр Тарасов. В настоящее время допрашиваются все фигуранты и участники криминальной истории. По данным следствия, в конце февраля этого года к Тарасову обратился некий житель Волгограда с просьбой устроить его на должность директора МУВ ЖКХ Городичинского района. Представитель власти согласился и оценил свои услуги по трудоустройству в 500 тысяч рублей. При получении денег Тарасов был задержан с поличным. Операцию по пресечению коррупционной деятельности крупного чиновника готовили совместно сотрудники следственного управления ФСБ и Главного управления МВД по Волгоградской области. В Волгограде задержали молодого человека из Быковского района, который за праздничные дни ограбил два павильона быстрого кредитования. Камера видеонаблюдения офиса экспресс-займов на улице Ополченской зафиксировала, как рано утром 8 марта, угрожая обрезком трубы, клиент вынудил менеджера отдать ему 18 тысяч рублей. Добыча в еще одном офисе составила 7 тысяч. Когда гражданина задержали, он во всем сознался и пояснил, что деньги потратил на приобретение подарков дамам. За разбой ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до миллиона рублей. Сегодня в администрации Волгограда назвали дату выхода подрядчиков на главные магистрали. Подготовка к ремонту дорог и фрезерование старых покрытий планируется начать 14 марта. В первую очередь подрядные организации приступят к ремонту 1-й и 2-й продольных магистралей, а также улицы Невской в Центральном районе. Работы начнутся на проспекте Ленина от улицы Краснознаменской в направлении к Мамаеву-Кургану, на улице Рокоссовского, на отрезке от пересечения с улицей Ангарской до улицы Кубинской. Возобновится ремонт Комсовольского путепровода. В Красноармейском, Кировском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах также начнется фрезерование изношенных дорожных покрытий. Пока же муниципальные предприятия Северная и ДСР Советского района продолжают ямочный ремонт. На этом все. До свидания.